Здравствуйте, дорогие зрители GeekMedia! Сегодня у нас на обзоре настольная игра на механике push и lag или в переводе с английского на русский испытай свою удачу. Обычно в таких играх участники начинают свой ход с маленькой потенциальной наградой и минимальных рисков все потерять, постепенно увеличивая как первое, так и второе. Игроку, по сути, нужно просто вовремя остановиться, чтобы уйти с добычей, но сделать это иногда бывает крайне сложно, ведь каждая новая открытая карта судит новые богатства. Итого, участникам предлагается выбирать, довольствоваться малым, набирая гарантированно каждый ход чуть-чуть, или наоборот, веря в свою удачу, идти до победного, периодически получая большие богатства, а периодически оставляясь ни с чем. А может быть стоит выбрать золотую середину? Именно такой выбор ставит перед игроками обозреваемая сегодня настолочка Эксплориана, автора Майлса Редклиффа и издаваемая в России издательством Эврикус. В Эксплориане игрокам предстоит выступить в роли глав научных институтов, собирающих экспедиции в Южную Америку, Африку и Азию. Помогать с экспедициями будут разнообразные исследователи-проводники, но даже такой помощи может оказаться недостаточной, и тогда экспедиция пропадет. Но давайте обо всем по порядку. В начале игры игроки собирают игровое поле и выкладывают колоды открытий в соответствующие регионы. Переворачивают по две карты открытий в каждом из регионов. Убирают в коробку лишние карты исследователей в зависимости от количества игроков. Берут по две или три карты целей каждому игроку в зависимости от количества игроков. При игре в соло или вдвоем берется три карты целей, при игре втроем или вчетвером по две цели. Цели бывают разными. Например, спасите три пропавшие экспедиции или более. Однако любая цель в конце игры приносит участнику, если он ее выполнил, четыре победных очка. Далее игроки выкладывают по одному жетону пропавшей экспедиции в каждый регион, получают по шесть монет, выбирают цвет и берут в себе соответствующий жетон проводника и две фишки экспедиции. Выставляют кубики своего цвета на трек славы и выбирают один жетон удачи общий для всех. Игра состоит из нескольких ходов, каждый из которых делится на фазы. Первая фаза это найм исследователей. Из топки исследователей открывается столько карт, сколько игроков плюс один. Мы сейчас разложились на троих, соответственно выкладываем четырех исследователей. Игроки, глядя на счетчик славы, начиная с последнего на счетчиком славы, набирают себе карты. В данный момент игроки просто берут себе эти карты, платить за них не надо. Ну вот, например, мы сделаем раз, два, три. На последнюю карту кладется монетка, игрок, взявший эту карту в следующем раунде, получит эту монетку себе. Вторая фаза это старт экспедиции. Игроки, опять же, глядя на трек славы, по очереди, начиная с первого игрока, выставляют свои фишки на регионы. Например, у нас сейчас самый первый, это зеленый. Он скажет, что он хочет пойти в Азию. Потом желтый он хочет пойти в Южную Америку. Потом синий он хочет пойти, например, опять тоже в Азию. Игроки могут выставлять свои жетоны в любую первую свободную ячейку в любом регионе. Продолжается это все, пока игроки не выставят все свои фишки. Третья фаза это фаза исследования региона. Начиная с Южной Америки и заканчивая Азией, игроки, согласно расположенным в регионах фишкам, начиная с первой, отправляются в экспедиции. Игрок может вытянуть новую карту и добавить ее к уже выложенному, либо остановиться и закончить свой ход. Ход игрока может быть прекращен тремя разными способами. Первый способ это потеря экспедиции. Когда игрок тянет новую карту и на ней выпадает опасность, которая была уже на двух картах до этого. То есть три одинаковых опасности, ход игрока прекращается. Если игрок вытащил три карты с разными символами опасности, опять же экспедиция потерянных, ход игрока прекращается. В этом случае все карты, которые были выложены, замешиваются и достаются новые две. Здесь аналогично. Игрок в качестве утешительного приза подбрасывает жетон удачи, который он выбрал в начале игры, и получает награду с этого жетона. Например, это может быть три очка славы или две монетки. Если экспедиция была потеряна, в соответствующий регион на первую свободную ячейку выкладывается жетон потерянной экспедиции. Второй способ прекращения хода. Игрок просто говорит, что он больше не будет выкладывать новые карты, он останавливается, и тогда игрок может получить одну награду. Третий способ завершения хода, это когда вытянуты пять карты, и на них не сработала опасность. В этом случае игрок получает две награды. Что такое награды? Награда это либо возможность забрать себе всех животных, то есть в данном случае игрок бы смог забрать себе вот эту и вот эту карту, как одну награду. Либо взять себе одну любую другую карту из открытых, либо забрать себе жетон потерянной экспедиции, то есть это спасти экспедицию, и заодно кроме самого жетона получить себе награду, написанную рядом с ячейкой. То есть это либо в данном случае либо две монетки, либо две славы. Жетоны экспедиции чаще всего в конце игры тоже приносят победные очки 2, если их не потратить, либо могут что-то сделать во время игры, как-то помочь. Также в этой фазе игрок может заплатить три монеты, чтобы закрыть один символ опасности своим проводником. Соответственно, эта опасность не будет считаться при выкладывании карт. В данном случае игрок бы не совершил свой ход, потому что этот символ опасности закрыт проводником. Однако проводника можно использовать только раз за ход, то есть у каждого игрока есть две экспедиции в ход, проводника он сможет менять только один раз из двух. Соответственно, после использования проводник переворачивается и откладывается в сторону до следующего раунда. Также в этот момент можно играть какие-то карты исследователей. Не все карты исследователей играются именно в эту фазу, но большинство из них играются именно во время открытий. Например, фотограф. Независимо от количества карт в ряду открытий, возьмите две награды и сразу завершите свой ход. Или географ. Посмотрите две верхние карты из стопки карт региона, положите одну из них под низ, а вторую наверх стопки. И именно в тот момент, когда вы играете карту исследователей, вы должны заплатить цену, указанную в левом верхнем углу этой карты. Помимо прочего, регионы отличаются с опасностью. Южная Америка самая безопасная, ну и награды там попроще. Азия же, наоборот, выбрала в себя самые опасные и ценные карты. Какие же карты открытий могут нам попасться в игре? Это карты животных. Их можно брать в большом количестве. Они приносят немного победных очков и немного славы. Карты видов. Минимум победных очков и славу. Карты карт. Приносят победные очки в зависимости от того, сколько вы их собрали. Чем больше карт, тем больше победных очков. То есть за две карты вы получите семь победных очков, а если наберете пять или больше, по пять очков за каждую собранную карту карты. Орхидеи приносят два победных очка, но если вы соберете три орхидеи из разных регионов, то они вам принесут уже 15 победных очков. Также есть карты сокровищ. Они приносят минимум победных очков и золото. Если кому-то из игроков удается собрать все пять видов карт в одном регионе, он получает себе вот такого идола за этот регион. Идолы тоже дают победные очки. Заканчивается игра в конце раунда, в котором закончилась любая из стопок открытий, либо стопка исследователей. Игроки считают победные очки на своих картах, получают победные очки за трек славы. И тот игрок, кто набрал больше всего победных очков, становится победителем. Как я уже говорил, Экспларианы — это игра на механике пушелак. Однако от игр, в которые я играл до этого, в Эксплариане риск растет не плавно, а скачкообразно. И судьба решается всего лишь за три вытянутые карты. С другой стороны, особо удачливые люди не будут даунтаймить. Пересидеть без опасности получается нечасто, а значит, в большинстве случаев вы рискуете с довольно большой вероятностью, что добавляет игре адреналина. От неудач в этой игре можно откупиться, используя жетоны проводников или карты исследователей. Однако деньги — это тоже победные очки в конце игры, да и закончиться они могут в самый неподходящий момент. Еще два момента, нивелирующие резкий рост риска — это жетоны удачи, которые хоть и небольшую, но все-таки приносят награду. И иногда жетоны пропавших экспедиций. Взаимодействие между игроками, по большому счету, осуществляется через трек славы. На нем выгодно быть первым, чтобы первым выбирать, в какую экспедицию пойти. Ведь вы таким образом не только забираете карты, нужные игрокам, но и можете оставить им карты с опасностями, забрав карты безопасности. Тогда вашим соперникам придется либо рисковать, либо тратить деньги, либо довольствоваться малым. Но прямых угроз другим игрокам в этой игре нет, нельзя забирать чужие карты или награды. Поэтому, наверное, игрокам, которые не любят конфликты, к этой игре можно присмотреться. А что вы думаете по поводу Эксплорианы? Обязательно пишите в комментариях под видео. На сегодня все, всем счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok